Уважаемые участники совещания, приветствую вас презентационно про компанию, производимую данную продукцию. Компания «Цит плюс» производит различные бренды, в том числе первые бренды системы, которые с газоном сделаны с 1999 года. Серцифицирована вся продукция в различных системах менеджмента качества. Имеет, собственно, лабораторию по производственным поверхностям, средств измерения. Ну и собственные товарные бренды. Нас знают, мы работаем на рынках всей России, там, где есть природный газ, жирный газ. Также Беларусь и Казахстан являются нашим подробителем. Имеем собственную производственную базу разработчиков, собственное программное обеспечение, внедренческие группы, группы, которые обладают собственными патентами. У нас более 100 патентов, в том числе и патенты международного областя. Соответственно, прежде всего, мы производим сигнализации загазованности, клапаны газовые для отключения трубопроводов при утечке газа и различные блоки диспетчеризации к ним, выполняющие различные функции. Также в нашем кейсе есть параллельное подразделение, которое происходит в станции электро-химозащитных магистральных трубопроводов. И в рамках диверсификации мы три года назад запустили производство изделий для ГОЧС, это терминалов оповещения населения. Но, кстати, хочу отметить, что сейчас, в том числе и в связи с изменениями 42-й СП, приветствуется оснащение диспетчерских многоквартирных домов терминалами оповещения, либо подвязка общетормовой системы безопасности, систему оповещения населения с выводом на единый списочный пульт города. Мы, соответственно, уже такое оборудование делаем, разрабатываем и подложим нужным нужным нужно оставлять. Хочу отметить, что делаем датчик природного газа, угарного газа, но и в рамках данного совещания, что немаловажно, мы делаем сигнализаторы жиженного газа. То есть полностью сертифицированные сигнализаторы, которые внесены в реестр, как датчики жиженного газа, и они могут использоваться на ваших объектах. Также сами системы, которые загазовываются, представляют собой комбинацию данных датчиков и могут использоваться для решения различных функций по контролю за газованностью. Основной трендовый элемент на данный момент – это бытовая система контроля за газованностью, которая занимается сейчас прилинную долю рынка. В одноквартирных домах комбы оснащаются приборами контроля за газованностью. Как знаете, в рамках изменений в 402-м ОСБ сейчас предписывается ставить датчики контроля ЦВСХ, в том числе и в минусах всех этих домах, с использованием газовых плит, либо можно также датчики жиженного газа, если опять же говорить про их использование. Работаем не только с капитальным строительством, с новостройками. У нас есть, допустим, программы переоснащения в рамках капитального ремонта жилого фонда, в том числе Красноярская газ использует наши приборы на своих многоквартирных домах в рамках переоснащения жилого фонда. Есть программы Пустовской области, есть муниципальная программа Московской области, которая была связана с серией взрывов 2 раза назад, когда в Ногинске, в Подольске взорвалось несколько домов, и они уже в рамках реоракции стали повсеместно устанавливать приборы контроля за газованностью. Сейчас есть некие сложности с тем, что не все собственники старого жилья позволяют демонтировать трубу и ставить газовый клапан, но, по крайней мере, в жилье в рамках этой программы устанавливаются просто сигнализаторы загазованности, и, соответственно, какие-то там политические моменты закрываются в этих способах. Также мы начинали, наверное, с промышленной системы, продолжаем их выпускать. Это промышленные системы, которые позволяют не только контролировать за газованностью, и закрывать клапан, это блоки, которые рассчитывают данные от датчикового технологического оборота для контейнер, могут проводить все на какие-то средства автоматизации, на датрирующие крипты, спичеров, и различные исполнительные устройства. Соответственно, в рамках 89-го СП, в которых предписано все это дело, мы с данным оборудованием работаем. В рамках инноваций мы также делаем системы, которые в газованности адресные, то есть уже центральные блоки будут понимать, какой адрес, что именно сработало, то есть в рамках автоматизации по стандартам 485-го протокола можно все это оборудование применять на действующих объектах, к примеру, вот действующая котельная, точнее, действующее производство в Москве, на заводе по производству, ну, по пещерам, в массы. Соответственно, установлены датчики загазованности, и диспетчер видит, какой именно датчик сработал, то есть действующие системы визуализации, и, соответственно, можно более выходить по цехам, и смотреть, какая лампочка засветилась, а на центральной диспетчерской все видеть. Ну, и хотел бы коснуться такой темы, как говорят о сигнализаторах загазованности, и взрывах газа, конечно, возникает вопрос о том, что ставятся датчики, но если есть социально опасные элементы, которые плохо эксплуатируют газовые оборудования, то датчики не способны, он эти датчики отключит, и так же будет плохо эксплуатировать газовые оборудования. Для этого мы предлагаем пойти по пути пожарников, которые сейчас во все новостойки ставят пожарную сигнализацию с выводом на единый диспетчерский пульт. То есть при срабатывании пожарной сигнализации входит сигнал в подъезд, плюс в обслуживающую организацию. Такие решения у нас есть, наработки есть, к сожалению, пожарных это уже днедрено, это все работает. Но мы видим, что именно, если мы говорим о безопасности, то вот, пожалуйста, решение сдачи газованности все то же самое. Ну, привязка к каким-то там грылочным, грылочной проблематикой. В рамках пилотных проектов, так как все это обсуждается, к примеру, в 2018 году в городе Сараполь взорвался дом, мы участвовали в восстановлении дома на Московском шоссе, в плане установки сигнализаторов загазованности, привязывали газовый датчик загазованности на единый подъездный блок. Это делалось для того, чтобы не только внутри квартиры знали о проблеме утечки газа, но и было наружное оповещение, чтобы соседи знали уже, и были информированы о том, что в той или иной квартире произошла утечка газа. И все выводилось, все выводится посредством МЧС-овской системы Стрелец-мониторинга на единый семейческий блок города. Ну, и презентационно в прошлом году мы запустили квартирные газовые счетчики, тоже актуальная тема. Ну, все больше и больше производят, соответственно, и в рамках нашего производства вот такой оборудователь. Спасибо всем. Спасибо.